Совмин С 1 марта изменится ответственность за нарушение ПДД. Камеры автоматической фотофиксации, кроме превышения скорости, будут регистрировать отсутствие техосмотра и страховки. Система настроена и уже прошла тесты. Более серьезной станет ответственность и за езду в нетрезвом состоянии. Максимальный штраф почти 6 тысяч рублей и при этом лишение на 5 лет. В Беларуси продолжается массовая вакцинация российским препаратом «Спутник Ви». Согласно мировой практике, в первую очередь прививают медиков, которые находятся в зоне риска. Также проходит проверку качества и китайская вакцина производства «Синофарм». Препарат уже одобрен для широкого применения. В ходе испытаний он показал более 79% эффективности. Гродно получит статус молодежной столицы Беларуси. Торжества с участием высоких гостей будут проходить три дня. Сегодня на диалоговой площадке обсудят программу патриотического воспитания, волонтерское движение и занятость молодежи, а также зададут дом всему 2021-му, который проходит под знаком народного единства. Завтра Гродно статус молодежной столицы получит официально эстафету ему передаст Пинск. В Беларусь возвращаются первые перелетные птицы. В прошлом году, когда зима была практически бесснежной, это произошло на три недели раньше. В Березовском районе заметили первых серых гусей и чибисов. Как отмечают специалисты, в последнее время многие птицы остаются на зимовку в Беларуси. Среди них, например, скворцы. Даже этой зимой их можно было увидеть почти во всех регионах страны.